Всем привет! Вас приветствует Шинный Эксперт, информационный канал в мире шинных технологий и самых последних новостей в этой отрасли. Как всегда, вместе с вами я Владимир Вавилов. Уже через неделю мы с вами начнем работать в соответствии с требованиями новой обязательной системы цифровой маркировки шин, которая стартует с 1 ноября 2020 года. Об основных этапах работы в системе цифровой маркировки смотрите в наших предыдущих видео. Ссылка в описании. А тема нашего сегодняшнего видеоролика – реализация маркированных товаров. В рамках системы маркировки необходимо различать разные виды реализации. Реализация конечному потребителю, физическому лицу. Реализация юридическому лицу. Сюда также подпадает реализация для собственных нужд. В процессе реализации конечному покупателю или автопарку, покупающему шины для собственных нужд, товар полностью выводится из оборота, его владельцем становится покупатель. Когда реализация товара происходит между участниками оборота шин, полный вывод шин из оборота не происходит, потому что один участник оборота выводит товар из оборота, а другой вводит в оборот. То есть товар остается в обороте между участниками. Давайте более подробно рассмотрим процесс реализации при продаже в розницу. При реализации маркированных шин в розницу самый простой способ вывести товар из оборота заключается в использовании контрольно-кассовой техники через оператора фискальных данных. Чтобы эта операция не вызвала проблем, необходимо обновить программное обеспечение кассового аппарата, чтобы оно поддерживало работу с маркированной продукцией. После обновления данные в ГИС МТ будут подаваться автоматически. Для начала необходимо просканировать маркировочный код товара на кассе и пробить кассовый чек покупателю. Обратите внимание, что кассовый чек должен содержать букву М в квадратных скобках. При этом печатная версия может не содержать сами коды идентификации. На сайте оператора фискальных данных можем проверить, поступил ли наш чек. В электронной версии уже присутствуют коды маркировки. Теперь оператор фискальных данных передаст данные в ГИС МТ о том, что просканированный код маркировки необходимо вывести из оборота. Теперь переходим в свой личный кабинет на сайте ГИС МТ и находим наш чек. При нажатии на него мы можем увидеть детальную информацию. Здесь можно видеть товары, которые мы продали. Скопируем наш код идентификации. Далее переходим во вкладку «Товары», чтобы убедиться, что наши товары поменяли статус на «Выбыл». Используем для этого вкладку «Фильтр». Вставляем в строку поиска наш код и видим, что статус изменен на «Выбыл». При нажатии на код идентификации заходим в карточку товара и находим причина вывода из оборота. Розничная продажа. Значит, операция прошла успешно. Если ваша касса не подключена к оператору фискальных данных, вы можете подать сведения в ГИС МТ в ручном режиме через свой личный кабинет. Заходим в личный кабинет, в реестр «Документы». Нажимаем кнопку «Добавить». Выбираем вывод из оборота. В окне «Причина» вывода из оборота находим причину, которая нам необходима. Например, «Розничная реализация». Далее заполняем все поля, подсвеченные красным цветом. Вид первичного документа, номер первичного документа, дата первичного документа. После заполнения нажимаем кнопку «Добавить товары». В появившемся модальном окне можем воспользоваться фильтрами для поиска нашего товара. Ставим галочки около наших товаров. Нажимаем «Добавить записи». Видим наши товары. Нажимаем «Перейти к подписанию». Подписываем документ с помощью УКЭП и нажимаем «Подписать и отправить». Документ сформирован и отправлен на обработку. Мы видим, что статус загрузки поменялся на «Обработан». Это означает, что наши товары поменяли статус на «Выбыл». Чтобы убедиться в этом, входим в документ, копируем код, заходим в регистр товара, нажимаем кнопку «Фильтр», вставляем код в поисковое окно, нажимаем «Применить» и видим, что наш товар действительно поменял статус на «Выбыл». Нажимаем на код идентификации, заходим в карточку товара, в причинах вывода товара из оборота видим «Розничная реализация». Значит, все операции проведены правильно. Если вы продаете в розницу, но у вас нет договора с оператором фискальных данных, вам необходимо подать данные в ГИСМТ в течение 30 календарных дней. Если вам необходимо вывести товар из оборота при продаже юридическому лицу, не являющимся, в свою очередь, участником оборота, то есть для собственных нужд, вам также необходимо подавать данные в ручном режиме не позднее 3 рабочих дней со дня вывода товара из оборота. При выводе товара из оборота по всем остальным причинам также действует ручной режим со сроком не более 3 рабочих дней. Передачу маркированного товара другому участнику оборота мы уже рассматривали в наших предыдущих видеороликах. Ссылка в описании. Но прежде чем вы запланируете передачу маркированного товара, вам необходимо убедиться, что ваш контрагент был зарегистрирован в ГИСМТ и стал участником ЭДО. К сожалению, оператор системы маркировки ЦРПТ пока не создал сервис проверки регистрации по ИНН. Этот функционал в процессе реализации. Поэтому спрашивайте своих контрагентов, зарегистрированы они в честном знаке или нет. Если нет, то времени осталось немного. Надо торопиться. На этом наш видеоролик подошел к концу. В следующем выпуске мы расскажем, как работать со складом ответственного хранения и, конечно, о других новостях проекта новой цифровой маркировки шин. Канал Шинный Эксперт от интернет проекта 4точки будет вашим информационным каналом последних новостей в шинной отрасли и надежным проводником в мире шин и шинных технологий. Подписывайтесь, пишите комментарии. Удачи!